Видите, опять приходит пророк и опять не слушает пророка, что, возможно, это что-то очень сложное. Может быть, пророк говорил какие-то сложные вещи. Может быть, то откровение, которым делился пророк, оно было доступно только очень образованным, очень умным людям, и большинство просто было не в силах осознать, подняться до величия пророка. Нет, нет. Мне вообще нравится, само слово откровение, вот это слово апокалипсис, греческое слово, оно означает дословно убрать ширму, снять завесу. То есть, ты не видел, там что-то, подняли ширму, и ты увидел. Не нужно для этого образование, не нужна специальная подготовка, просто убрал ширму. Пока ширма есть, очень трудно догадаться, что там. Когда ширма убрана, даже ребенок может увидеть, что там находится. Вот что такое откровение. Это когда Господь просто словно убирает ширму. Убирает ширму. Поэтому написано в Слове Божьем, Бог может сокрыть от умных и разумных и показать младенцам. Показать младенцам. Людям, может быть, простым, но у которых чистые сердца. Поэтому, когда пророки приходили, они ничего сложного не говорили. Просто такое ощущение, что они видели очевидное, то, что другим было сокрыто. Не видели они этого. И поэтому они не принимали то, что говорили им пророки. Не верили этому. Не верили. Причин много может быть разных. Много может быть разных. Вы знаете, вот не случайно я говорю, что во время молитвы Бог нередко дает нам, нашим душам, нашим сердцам подняться. Вот настоящая молитва, соединение с Господом, когда твое сердце, оно словно поднимается, соединяется с Ним. И ты начинаешь видеть во много в большей перспективе. Тебе как бы открывается намного, намного большая картина. Пророк Исаия говорит, как небо выше земли, так мысли Бога выше мыслей наших. И пути Бога выше путей наших. Какими бы мы мудрыми ни были, Божий уровень намного выше. И во время молитвы Бог может нам показывать какие-то вещи с высока, с высоты Его, с высоты Его небес. Показывать, раскрывать. Но помимо вот Его, разума Божьего, с которым мы можем соединяться, да, или говоря словами апостола Павла, ум Христов, с которым можем соединяться, у нас есть наш, наш рассудок, наш разум, который чего-то боится, чего-то опасается, чего-то остерегается, от чего-то Он приходит в панику. Тут вот Он видит выгодно, а тут невыгодно, тут опасно, а тут более-менее. И порой вот наш, вот этот земной рассудок, вступает в конфликт с умом Христовым, вот с этой большой картиной. И если мы выбираем себя, свой путь, свою выгоду, то словно Божье откровение закрыто для нас, оно закрывается. Потому что только соединившись с Ним, мы можем видеть очевидное, что бывает сокрыто от умных и разумных мира, мира сего, мира сего. Поэтому не случайно, когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он говорил о том, что говорил фарисеям, говорил книжникам, говорит, ваши отцы побивали пророков, да, вы их настоящие дети, вы тоже сегодня сражаетесь против истины. Не случайно Иоанн Креститель назван глазом вопиющего в пустыне, да, почему, почему столько людей было тогда, и один голос. Потому что есть вот такие непростые времена, непростые времена, когда в действительности словно весь ад обрушивается на Божью истину, и кажется, зла так много, а добро такое маленькое, тьмы так много, а свет такой маленький, проклятия так много, а благословение такое маленькое. И Священное Писание, в принципе, оно говорит нам через разные книги, если ты будешь верен истине, если ты будешь верен правде, если ты будешь верен свету, если ты будешь верен божественной любви, то как бы много тьмы не было, свет победит тьму, в конце концов. Свет победит тьму. И если мы теперь откроем с вами Новый Завет, мы были во Ветхом, книга про Липоменон, в Новый Завет, книга Евангелия Иоанна. И вы посмотрите, в Евангелии Иоанна, третья глава, девятнадцатый стих, Иисус говорит, «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». В Своем служении Иисус показал, когда Он учил, в чем же причина того, что люди остаются слепыми к истине. Люди словно не видят и не слышат Господа. Вот мы с вами видим здесь, Иисус говорит, «Почему же люди более возлюбили тьму, чем свет?» Очень просто. Из-за злых дел. Злые дела. Что воруют у тебя Божьи откровения? Самое первое. Злые дела. Неправедные поступки. Когда мы в своей жизни допускаем компромиссы, мы сами не понимаем, что мы становимся в чем-то понемножечку глухими и слепыми. Потому что нам есть чего опасаться, нам есть чего прятать, нам есть чего скрывать. И нас уже свет не так манит, потому что нам в чем-то выгоднее становится тьма. И чем больше злых дел, тем больше нам выгодна тьма. Мы, конечно, объясняем, что это вынуждено. Мы находимся в злых делах. Это временное явление. Вот такая ситуация была. Там такие обстоятельства. Ну, тут я вот не мог поступить иначе. Мы всегда можем себе вот это оправдать. Но все дело в том, что вот эти неправедные дела, неправедные поступки делают нас вот где-то на подсознании. Отталкивают нас от света. И в конце концов мы не получаем Божьи откровения. В этом же Евангелии от Иоанна, посмотрите, в восьмой главе Иисус опять обращается к слушателям, 43 стих, и говорит, «Почему вы не понимаете речи Моей?» В чем же эта причина? Почему же люди не понимают, не слышат откровений Божьих, не прозревают? «Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеку-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. А как я истину говорю вам, то вы не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если я же говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает Слово Божье. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему, «Не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» То есть он приходит к людям, которые считают себя стопроцентно Божьими людьми. Он приходит к людям, которые убеждены, что они Божьи служители. И он им говорит, «Вы не слышите, о чем я говорю. Вы не понимаете моей речи только по одной причине. Вы запутались во лжи. Дьявол, отец во лжи, в вашей жизни столько много уже лжи, что вы уже дети точно не Бога». И вы знаете, вот все начинается как бы с таких злых дел, злых поступков. Когда там что-то злое, там что-то такое злое, там что-то злое. Но ты же вынужден это скрывать, вынужден это прятать, вынужден что-то придумывать. И в итоге из злых поступков вырастает ложь. И уже люди начинают как бы путаться в этой лжи, и уже там непонятно, где ложь, где правда. И приходят такие мысли, наверное, ничего нету, все относительно, и как посмотреть, все неоднозначно, а можно так, а можно так, а можно так. И есть ли правда, и есть ли истина, и что есть истина, как говорил Понтий Пилат, то есть люди начинают постепенно как будто клубком лжи обрастать. Вот это ложь, ложь, неправда, вот это неправда, 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 неправда. И в конце концов, Иисус говорил, а они не слышали. Продолжение следует...